Происходит какой-то трэш. Мы хотели вылетать, поехали на взлётную полосу, они нас вернули, искали, будет подписываться какие-то бумаги на обсервацию, иначе начинается, но не вылетим, мы вдохим. Это просто какая-то жечь сейчас происходит, весь самолёт сидит и не понимает, что происходит. Кто-то позвонил, кто-то кому-то что-то сказал. Это трэш, это полный трэш, просто, даже мне нечем сказать. То есть у них нет бумаг, они вообще не знают, что это, какие-то бланки, они что-то печатают, что-то подписывают, иначе мы не вылетим. Кто в этом побеждал? Что? То, что был пост где-то? В рейсу Вьетнама была такая информация, по-нашему вообще такого не было. Типа перед фактом, ну что это за бред вообще? То есть они решили отыграться на наших трёх рейсах, которые полетают в Украину. Показывают реальную ситуацию, которая сейчас происходит, вот самолёт. Посмотрите, что у нас был трэш, у нас всех всех людей, которые здесь сидят вообще серьезно. Я никогда не думала, что я буду снимать эту сториз, но просто я начинаю показать, как это происходит сейчас. Я просто не знаю, там можно здесь маленькие дети. Вы это слышите, да? Сейчас предлагают либо бесплатно, простите, в отеле Козацкий, который находится на Майдане Незалежности, там, где куча людей, либо вот это вот, платно, вы видите эти цены? Цены видите? И это без питания. Это что это? Что это? Поставайте свой петель сзади. А також прийти в чем я по-батькове. Дякую вам. Украине есть тести, я целевая мастер-гония, которые делают это. Я у находок в данной ситуации. Эти петельцы, которые вы отказываетесь, много кто подписывает, не несут никакой юридической силы. Это, скажем так, чисто факт того, что вас проинформировали, что вы в курсе. Потому что, когда мы прилетим до Украины, вас в любом случае встретят и вы будете отправлены туда, куда там все написано. Поэтому мои до вас прохания. Подумайте еще раз. Мы сейчас впадали в таком состоянии. Нас тут уже никто не захочет прийняти назад. Украина есть тести, которые вы можете найти. ДПГ и будет посадка автобуса. А дальше? Автобусы куда? Тут написано, что вы ответите на все наши вопросы. И проинформируетесь. Никто не приспочит и не отвечает на вопросы. Даже люди не выходят, которые с нами разговаривают. В этой бумажке написано, что вы обязаны ответить на все наши вопросы. В этой бумажке, которую вы раздали, вы не отвечаете на наши вопросы. Куда мы выходим? Что дальше? Мы все раздетые в шортов. Куда вы нас выводите? Мы должны идти в терминал на паспортный контроль. И мы пойдем в терминал на паспортный контроль. На улице плюс три. С каких пор паспортный контроль мы уйдем с чемоданами и самолетами? Конечно. И на улице. А они хотят паспортный контроль провести здесь. Данная паспортный контроль. Здесь нельзя сна увидеться, а? Да, это потому что... Это ад. Мы здесь в поле самолёта. В самолёте, который был отдел в Истофе. Два часа ночи, сейчас в 7 утра. Вы нам сказали, пока мы не... ...спасны на данный момент. Самолёт должен быть подвергнут картиной обработке. Прошу всех покинуть борт самолёта. Это указание. После этого указание нахождение на борту является незаконным. Ещё раз повторяю. После этого объявления нахождение на борту пассажиру является незаконным. Незаконно. Возди туда, куда вы не хотите. Терминал туда мы выйдем. Выпускайте в терминал, а не на улицу. А вот тварь. Мы сидим в самолёте, закрытое. Там происходит какой-нибудь трэш. Люди, которые непонятно что, кто решают. Что это? Наши чемоданы, которые стоят посреди взлётной полосы. Что это вообще? Просто безпланированная акция именно по нашему самолёту. Для того, чтобы так произошло. Для того, чтобы мы поехали именно туда. Это показуха. Просто показуха. Как это сейчас происходит? Я забираю свой чемодан. И разоберю свой. А вокруг куда? Пиздец, простите. У меня нет слов просто. Нет слов. Красная встреча. Эвакуирование. Всё происходит вот так. Вот так это происходит. Сука. Можно здесь стоять? Можно. Я его просто не подниму. Спасибо. Полиция! Что это за шоу? Это что? Телешоу! Серьёзно! И мой блог из причесок неожиданно превратился в трэш-контент. Неожиданно. А? Вот это всё. Порад. Порад. Порад.